МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Дороги должны стать лучше. В Росавтодоре прошла конференция, на которой обсуждали состояние дорог в стране. Вокзал будущего градостроительный совет Республики обсудил проект транспортно-пересадочного узла для высокоскоростной магистрали Москва-Казань. С прицелом на мировую шахматную корону завершился финал шахматного турнира «Белая ладья». О развитии дорожной сети сегодня говорили в Москве на расширенной научно-практической конференции. В ней принял участие глава Республики Михаил Игнатьев. В Министерстве транспорта страны считают, что этот год для отрасли станет прорывным. В Росавтодоре уже начали выделять субсидии на реализацию проектов. В числе первых получателей оказалась и Чуваша. Как в регионах будут решать одну из главных российских проблем? Подробности из Москвы у моего коллеги Дмитрия Ковалева. Российские дороги станут более качественными и безопасными. На строительство и ремонт трасс в бюджете заложены колоссальные средства. В Росавтодоре отмечают, что в ближайшие два года в отрасли должна произойти революция. В федеральном центре уже составили список дорог, которые необходимо отремонтировать в этом году. Выделят средства и на реконструкцию 20 мостов, в том числе и через реку Сура в Порецком районе. Продолжится модернизация федеральной трассы М7. Эта работа должна завершиться на начало чемпионата мира по футболу. Гости из-за рубежа должны передвигаться по современным дорогам. Минтрансе страны уверяют, что будут поддержаны и региональные проекты. Прошлый год был первым годом, когда работала система платонов. И по итогам этого года средства, полученные системой, позволили провести масштабную работу по неотношенному ремонту дорог в регионах. А уверенная и прогнозированная работа системы дала старт по работе целого ряда круглых проекта государства частного партнерства в регионах нашей страны, которые вновлены в наши ближайшие годы. И такие предложения уже направлены в правительство Российской Федерации. Надо провести надлежащую подготовительную работу. Отобрать должны через торги хороших добросовестных подрядчиков, потому что от них во многом зависит, как они будут подписывать договора. И потом по подписанным контрактам будут выполнять те или иные дорожные работы. В федеральном ведомстве перед региональными властями ставят и другие задачи. Необходимо перенимать лучшие практики при строительстве и реконструкции трасс. На первый план выходит своевременное расходование дорожных фондов. На 2017 год в дорожном фонде предусмотрено чуть больше 5 миллиардов рублей. Дорожный фонд формируется за счет транспортного налога и за счет акцизов на горюче-смазочный материал. Это основные два таких серьезных источника. Также дорожный фонд пополняется за счет субсидий из федерального бюджета. Около 3 миллиардов рублей будет в республике выделено на ремонт и реконструкцию дорожной сети. А около 2 миллиардов будет выделено на то, чтобы содержать дороги и их ремонтировать как на текущий, так и на капитальный ремонт. В Чувашии в этом году проведут масштабную работу по ремонту аварийных участков и строительству новых дорог. Перед подрядчиками ставят задачи использовать инновационные методы и долговечные материалы. Об этом в своем послании к госсовету говорил и глава республики Михаил Игнатьев. Критерии ужесточаем, конкурсные документации, все эти условия предписываются. А когда уже подрядчик выиграл, который публично открытый работал, он обязан выполнять все эти обязательства. Поэтому здесь прежде всего совесть должна быть у всех. С одной стороны, потому что финансовые средства с бюджета получают. А с другой стороны, конечно, ответственность сторон должна быть. Государственный заказчик, муниципальный заказчик должен отследовать выполнение работ, потому что они дают финансовые средства. Республику поддержат. Росавтодор выделит региону субсидии на строительство дорог в сельской местности. Из федерального бюджета будут направлены средства и на повышение безопасности транспортной сети в Чебоксарах. В ближайшее время в стране намерены утвердить стратегию развития отрасли до 2030 года. В этом документе будут прописаны конкретные задачи тем, кто отвечает за строительство безопасных и качественных дорог. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика, из Москвы. Не нравится качество дорог, ямы и кочки на них? Сфотографируй. Общероссийский народный фронт начал по весне новый проект – дорожная инспекция, карта убитых дорог. Вместе с фронтовиками по Чебоксарам проехала Ольга Пырочкина. Выбои на улице Тукташа в Чебоксарах не видно, они под водой. Так что самые большие ямы активисты вычисляют по тому, насколько погружаются колеса. Более пяти сантиметров, да? Следующая яма оказывается в два раза глубже. Сложно замерить. Одиннадцать. Самое печальное, что сколько эти выбоины не латай, они появятся снова. Их попросту размоют водой. Стекать ей некуда. Отсутствие ливневки. Вот мы думаем, что это основная причина того, что дорога здесь разбивается. Мы видим, что водные ливневые потоки направлены абсолютно хаотично. Нет дождеприемников. Двигаемся дальше на Гагарина. Новая улица – новая проблема. Глубокая колея. Семь с половиной. Не соответствует нормам и ГОСТам. По стандартам предельно допустимые значения на городских улицах глубина колеи не должна превышать 35 миллиметров, то есть 3,5 сантиметра. Из-за этого вода также не уходит в водоприемник. Колея образуются по многим причинам. Первое – это шипованная резина. Второе – это интенсивность движения, увеличение количества автомобилей на дорогах. И нарушение норм и требований при строительстве дороги или при ремонте. Чтобы понять, что дорога не в порядке, конечно, не нужно быть экспертом. А чтобы повлиять на ситуацию, теперь не нужно быть чиновником дорожного ведомства. ОНФ запустил новый проект – дорожная инспекция. Карта убитых дорог. Эту самую карту составят жители. Чтобы сообщить о плохом участке дороги, нужно сделать несколько действий. Во-первых, сфотографировать его. Дальше зайти на сайт проекта дороги.онф.ру, зарегистрироваться, выбрать город, отметить участок дороги, прикрепить фотографию и кратко описать проблему. Теперь наше обращение отправилось на модерацию. Занимает процесс обработки около суток. На те участки дорог, которые наберут больше всего голосов и обращений, власти уже не смогут не обратить внимания. И, судя по всему, руководство города радо таким подсказкам. Ведь профильное ведомство не может знать и держать на контроле каждую яму. Так что помощь водителей весьма кстати. С нашей стороны я вижу только положительные моменты. Потому что сейчас в весеннюю распутицу яма появляется каждый день, все новое и новое. И, к сожалению, мы не всегда можем оперативно их увидеть и дать задание подрядной организации выполнять этот ямочный ремонт. Когда жители и горожане указывают нам на те ямы, которые мы, может быть, не вошли еще в предписание. И которые мы еще сами не успели заметить. Но это очень положительный момент, конечно. И еще о положительных моментах. Ямочный ремонт в городе сейчас ведется практически круглосуточно. Работает 10 бригад. Так что многие участки, которые активисты ОНФ приметили для рейда накануне, сегодня уже были с заплатками. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Министерство труда и социальной защиты предлагает продлить программу материнского капитала в России еще на 5 лет. До 2023 года. Правительство России может продлить программу материнского капитала на 5 лет. Такое предложение выдвинуло Министерство труда и социальной защиты. Напомним, что программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Единоразово получить сертификат может семья, в которой родился второй или последующий ребенок. Использовать полученные средства можно на образование ребенка, улучшение жилищных условий или пенсионное обеспечение матери. За 10 лет прирост размера мат капитала составил 82%. Росстат опубликовал данные и показатели комфортности и доступности жилья. В Чувашии зафиксированы самые низкие средние цены на жилье в Приволжском федеральном округе. Покупать жилье в Чувашии стало выгоднее. К такому выводу пришел Росстат. В четвертом квартале прошлого года цены на жилье в Республике продолжили снижаться. Средняя цена за квадратный метр первичного рынка жилья в конце прошлого года составила 38 тысяч рублей. На вторичном на тысячу рублей дороже. Это одни из самых низких средних ценных жильев в Приволжском федеральном округе. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань принимают все более реальные очертания. Градостроительный совет Минстроя Республики обсудил архитектурную концепцию инфраструктуры магистрали. Проект вокзала разработан специально для компании «Скоростные магистрали» российско-китайскими специалистами. По задумке архитекторов, транспортно-пересадочный узел будет располагаться между поселком Кугеси и деревней Сермопоси. О том, как будет выглядеть железнодорожный вокзал в нашем репортаже. Железнодорожный вокзал расположится на площади 10 гектаров. Пути будут построены ниже уровня земли под автодорогой М7 «Волга». Всего предусматриваются четыре железнодорожные ветки. Специалисты учли и необычный рельеф республики. Трасса во многом расположилась на эстакадах. Работы по проектированию вокзала и размещению его на местности велись два года. При этом архитекторы говорят, что учитывались требования республики. Вокзал рассчитан на вместимость 1800 человек, вместимость автостоянок по расчету 220 машин на мест. Самая тяжелая часть работы включала в себя именно проработку генерального плана со всеми подъездными дорогами. Вы видите, что подъездная дорога сразу расходится на два уровня для прибывающих и убывающих пассажиров. Транспортно-пересадочный узел – это огромный станционный комплекс. Фасад здания – железобетонная навесная светопрозрачная конструкция полусферической формы, под которой размещается вокзал со стекленными наружными стенами. Панорамный вид откроется с автодорог М7 и Вятка, а также с мостового перехода с Котопрогона. На территории комплекса будут созданы и зоны отдыха. В нижней части мы видим пруды, очистные пруды. Это необходимое сооружение, которое будет именно в этом месте, для того, чтобы обеспечить все приемлемые и инженерно обоснованные сооружения по очистке и сбору воды. Вся архитектура строится как такая скоростная, быстро летящая, современная архитектура, которая должна отвечать именно транспорту 21 века, коим является высокоскоростная магистраль. Известных архитекторов, членов градостроительного совета республики, интересовало в первую очередь, как будет связываться вокзал с Чебоксарами. Ведь проведя в дороге из Москвы 2,5-3 часа, можно встать в пробки на М7 в районе поселка Кугесе. Примыкая к канарскому направлению и решать все задачи, связанные с высокоскоростной магистралью и связью с городом, с ее основными такими вещами. Канарское направление по Канашу, оно вообще очень сложное для нас. Оно перегружено, потом оно формировалось малосистемно. Там очень тяжело обеспечить не только пропуск, положим, скоростного вида транспорта, но и просто скоростное движение. Одно из перспективных направлений разработка дороги от речного порта в аэропорт и дальше на Вятку. Сегодня ни юго-запад наш, северо-запад, ни дорога, которая вот Энгельса, там Цивильская, и дальше там на проспект Мира, там фактически кусочка на Цивильской, ничего не построено, правильно? Но красные линии там есть. То есть, соответственно, здесь сейчас было предложено продлить это до вот этого, надо посмотреть на перспективу. Кроме того, члены градостроительного совета просили архитекторов предусмотреть в проекте скотопрогоны и пешеходные дорожки, потому что трасса будет проходить между двумя населенными пунктами. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. В рамках 9-й межрегиональной выставки «Картофель-2017» продано уже более 40 тонн семенного материала. Продают его сельхоз товаропроизводители Вурнарского, Комсомольского, Красноармейского, Маргаушского, Цивильского и Ядренского районов. В нынешнем году для реализации завезено 30 сортов семенного картофеля. Из них 10 сортов российской селекции. У всех продавцов имеются документы, подтверждающие наличие сортовых посевов. Для удобства транспортировки картофель реализуется в разной фасовке. Администрацией города Чебоксары организована доставка приобретенного картофеля льготной категории граждан. Всего задействовано 7 автомобилей. Привлечены волонтеры, студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Миноборнауки России утвердило расписание проведения единого и основного государственных экзаменов в 2017 году. Как всегда, они пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся досрочные основные периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике. Дополнительный период – с 5 по 16 сентября. Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа. Досрочный – с 20 апреля по 6 мая. Основной – с 26 мая по 29 июня. И дополнительный – с 5 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в 2017 в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам. Деревья и мы – выставка под таким названием открылась сегодня в Республиканском музее «Бичурин и современность». Дерево – теплое и живое, по мнению скульптора Вячеслава Эткера, самый благодарный и послушный материал, ничем не ограничивающий вдохновение художника. Страсть к резьбе проснулась еще в армии, вспоминает Вячеслав Анатольевич. Тогда он вместе со служивцами смастерил деревянную беседку. Потрогав настоящий резец, понял, с чем свяжет свою жизнь. Мать плодородия, сова, проповедник и лесник. В экспозиции представлены самые знаковые работы скульптором. Автор скромно признается – талант не главное. Талант – это, наверное, один процент только, а остальные 99% надо пахать. Грубо говоря, может быть, трудиться, придумывать, искать, себя искать, в окружающей среде что-то искать, находить, ошибаться, опять заново, опять что-то искать. Поздравить скульптора с открытием выставки пришли друзья, коллеги и высокопоставленные чиновники. За многие годы работы Вячеслава Эткера обрели собственных поклонников. Ты, безусловно, талантливый человек, и я очень горжусь знакомством тобой. Для Вячеслава Эткера эта выставка далеко не первая. В том же музее Бичурина уже установлены скамья, качели и необычный книжный шкаф, сделанный руками скульптора. А в скором будущем художник по дереву планирует привести мастер-класс для юных ремесленников. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Завершился финал шахматного турнира «Белая ладья». Лучшие шахматисты в возрасте до 13 лет состязались в непростой и невероятно интригующей игре. За главный приз поездку в сочный международный шахматный турнир боролись десятки юных спортсменов. «Белая ладья» – командный турнир. А это значит, что в зачет идет выступление каждого из участников. Хотя эмоции ребята тщательно скрывают, напряженное молчание все равно выдает волнение. Опыт, который они получают на соревнованиях, бесценен. Но мы как тренера все-таки рассматриваем шахматы как инструмент. Инструмент в развитии ребенка, в становлении личности. Потому что шахматы – это и спорт, это и вдохновение, и, конечно же, творчество. Организаторы турнира отмечают, что интерес к шахматам в последнее время заметно вырос. Не последнюю роль в этом сыграл финальный турнир на звание чемпиона мира между Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсоном. Практически вся страна переживала за исход игры. Возможно, и здесь, среди юных шахматистов, находится будущий чемпион. Я научилась играть в шахматы в детском саде. Я начала уже увлекаться с шести лет. Мы с папой изучали дебюты, и я их запоминала. Развивается логика, развиваются этапные мысли. Мне нравится, как побеждать и так же проигрывать тоже нужно уметь. Принято считать, что шахматы – слишком игра для науки и слишком наука для игры. Именно поэтому шахматами увлекались многие известные ученые – Галилей, Ньютон, Дидрол, Ломоносов, Кант. Так что у юных шахматистов впереди большое будущее. Собственно, оно уже началось с первым ходом Е2-Е4. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Победитель уже определился. В этом году Чувашу на международном уровне представит команда Красно-Читайской средней школы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь и желаю хороших выходных. А впереди полезная и интересная информация. Народные платья, костюмы с чувашской вышивкой, мужские шупоры и льняные блузы. А также новая весенне-летняя коллекция представлена в новом торговом доме Вилан Пахатери. Мы выпускаем национальную чувашскую русскую одежду, плоскостные изделия, сувенирную продукцию, повседневную одежду. Мы выпустили образцы, с которыми презентовали нашу новую коллекцию на различных международных выставках. История фабрики Пахатери началась в 1921 году, когда в селе Ольгешево Чебоксарского уезда открылась артель для мастериц. А уже через 30 лет в штате фабрики насчитывалось более 500 вышивальчиц. Сегодня на Пахатери шьют не только традиционные национальные костюмы, но и современные комплекты с элементами чувашской вышивки. Новый торговый дом Вилан Пахатери расположился по адресу Якимовская, 2А. Там же можно увидеть и продукцию фабрики спецодежды Вилан. Мы предлагаем несколько моделей рабочей одежды, которые можно использовать в различных отраслях промышленности. На примере костюм «Стандарт». Это классический вариант рабочей одежды, относится к бюджетному варианту. Вилан уже более 16 лет поставляет рабочую и медицинскую одежду на крупные промышленные предприятия республики и других регионов. Помимо спецодежды, в ассортименте магазина представлена комфортная рабочая обувь и средства индивидуальной защиты. Наша продукция полностью сертифицирована, и мы используем только качественное сырье. С 1 по 15 марта на ассортимент торговых марок Вилан и Пахатери действуют праздничные скидки. Так что у жителей и гостей Чубаксара есть возможность начать весну с обновки. Дарина Игнатьева, Мальвина Петрова, Олег Якимов, Республика. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.